Всем привет, с вами World of Zero и сегодня я решил снять вот такое вот маленькое интервью с Евгением Смирновым. Если кто не знает, Евгений Смирнов это разработчик Энеркора, Хорайзона, нескольких больших модов для блок лаунчера. Это все было давно, это уже не важно. Я попытался взять у него интервью, к сожалению, связаться в Дискорде с ним не получилось, но я ему написал в ЛС, он мне ответил на все, поэтому сейчас я вам все это продемонстрирую. Вот пруф, кстати, пруф, и вот пруф, и все, все честно, никакого подстрекалого, все правильно. Ну что, поехали, поэтому ставь лайк, суббитый ченнел. Интро! Расскажи о себе. Женя, 20 лет, иногда делаю хуйню для майна. Будет ли Дианон, и если нет, то почему? Нет, не хочу, и не вижу в этом смысла, я не делаю контент, который связан напрямую с моей личностью. Расскажи о том, как вообще начал заниматься созданием лаунчеров и модов для Майнкрафт. Тут будет оху-ху-ху-ху долгая история для компенсации остальных коротких ответов. На телефоне особо много в майне не играл, поэтому датасуки со старых версий клепал моды, повторяющие ПК. Сначала генератор пещер в 0.6.0, потом с 0.9.0 Factorization, который неплохо так взлетел. Параллельно я производил другие эксперименты с модами вроде TomCraft, 1PT The Mist, которые все были своего рода инновациями, сделала пи для дополнения к Factorization, который стал моей наработкой для движков модов. После двух лет мне в крайне надоело, я получил достаточный опыт и собрал Core Engine. Движок для модов поверх блок-лаунчера, который пытался дать возможности для создания глобальных и совместимых модов, упростить разработку. Он прошел по сути год, не пользовался большой популярностью, в частности потому, что я забросил ради этого Factorization и из-за сложной установки. Однако, он привлек достаточно многих разработчиков, которые продолжили разработку на будущих движках. Во время последних обновлений Core Engine я подобрал Игоря с его проектом Mind Programming, потому что у него была среда разработки, которую он адаптировал под Core Engine. Но и из-за малого количества пользователей, и потому что меня забрало, я забросил его. Через какое-то время я пришел к тому, что если я хочу нормальных модов на мобильный майн, то нужен свой лаунчер. Баблок-лаунчер был максимально убогим и уже тогда местами нерабочим функционалом. И Core Engine при всем желании не мог это исправить, лишь приукрасить, а все другие лаунчеры просто почистую копировали его. Это положило начало разработки Innercore. Innercore я делал месяца 4, это был на тот момент самым моим большим проектом и никакой гарантии на успех у меня не было. Однако, после завершения работы, тестов и нескольких обновлений было понятно, что проект намного перспективнее Innercore. Ага. Что проект намного перспективнее Core Engine и действительно позволяет делать намного более интересные и близкие к ПК моды. И люди занимаются и играют... Кх-кх-кх... Жека писать научись. И люди занимаются и играют с ним. В какой-то момент моим программинт стал по сути частью проекта, делая не только следу разработки, но и поддерживая браузер модов и сайт, что было очень большим шагом в развитии. Ведь моды можно было теперь установить буквально в один клик, были добавлены фичи, дававшие огромные возможности модам и в графическом плане, и в плане контента, вплоть до создания измерений. Однако, Inner был не лучшим образом написан, времени на разработку в какой-то момент не было, и потом Google Play уже не пропускал обновления без дополнительной адаптации, и я забил. Как я узнал, через год популярность все это время росла, и поэтому ради эксперимента я решил сделать Horizon, который исходно был просто лаунчером продвинутых нативных модов. Но потом я некоторое время основил проект, и через год решил возобновить, в частности потому, что многие просили заняться им. И тогда я создал именно его, как платформу для разработки лаунчеров. Inner был переписан почти с нуля поверх Horizon на новую версию Mine, а суммарно это заняло почти год на то, чтобы выпустить первую версию, потому что и так немалые возможности Inner надо было переписать с нуля на другую версию и расширить. Horizon сильно ждали, однако, несмотря на долгий, хоть и провалившийся бета-тест понадобилось еще около трех месяцев релизи, чтобы стабилизировать его. Однако за это время было введено еще пиздецки много новых возможностей, пока остановилось на введении сетевой игры. Какие планы на Horizon? Ввести полноценную сетевую игру из сервера, далее поддерживать это дело, потому что каких-то глобальных фич, которые можно добавить, уже нет. Обновления сильно замедляются со временем, потому что добавлять и исправлять будет толком нечего, но они пропадут. Чем будешь заниматься, если горизонт не сможет приносить хороший доход? Он и так не приносит хороший доход, я занимаюсь этим, пока мне интересно и пока его используют. Будет ли обещанная монетизация модов и как она будет работать? Судя по доходам, вряд ли, однако и сейчас есть аналог, я выдаю лично несколько тысяч за хорошие качественные моды, которые мне понравились, или их обновление, или вношу долю в призовой фонд мод челленджей, больше позволить не могу. Как там Into the Deep? У меня вряд ли хватит времени заниматься еще и им, однако в нынешней версии есть все, чтобы повторить его и сделать намного лучше. Надеюсь, когда-нибудь кто-нибудь его перенесет. Каким видишь будущее Майнкрафта и его комьюнити? Не знаю, не слежу с обновлениями, тем более за комьюнити в целом, полагаю, что когда-нибудь умрет, но еще один или несколько раз воскреснет, как пару лет назад. Каким видишь свое будущее? Это относится к Дианону, чему-нибудь, да и сами ничего конкретного не предполагаю. Вот такое интервью я у него задал, надеюсь вам было интересно. Этот ролик я выпускал очень долго, потому что я должен как сволочь последний орать в микрофон, чтобы нормально записать звук. Поэтому, мужик, я уверен, тебе не сложно, поставь лайк, подпишись на канал, посмотри мои другие ролики вообще. Также спасибо Евгению за интервью, а также спасибо всем моим платным подписчикам на ютубе. Вот их список на экране, вам, ребят, большое спасибо, я вас уважаю. С вами был Волтовзеро 2020, всем удачи и всем пока.